Сейчас мы посмотрим. Три четверти засеянных полей. Яровых, кукурузы, рапса и подсолнечника. Почти все обработано от вредителей и сорняков. Так на полях Алексеевского района готовятся завершать посевную, а на фермах повышать надои. Глава Минсельхоза заметил, текущие объемы не предел. 100 тонн молока, Сергей, это надо принимать, это прошлый этап. Вообще, с таким наличием поголовья, с такими инвесторами, на уровне болтасея, кухмара, 200 за 200 тонн, и высочного должно быть молока. В Алькиеве удивляют сроками. Подсолнечник посажен уже на 11 тысячах гектаров. Столько же кукурузы засеять все меньше недели. В лучшем случае до среды или четверга. Из 98 тысяч гектаров, значит, пашни мы сегодня 80 сеем. Из них посеяли 55, остается 11 тысяч гектаров. Пять дней до финиша отчитывают аграрии на полях Лаишева. Пока засеяно чуть больше 70%, но они уверены справиться. Важнее, что с выращенным будет дальше. Продавать продукты из грядки Рустамин Неханов предложил напрямую в Казанском агропромпарке. Вы вот здесь, у вас полчаса свежий продукт, например, с их продавцем. Если до столицы далеко, то в подобные парки товар можно будет возить в свои или соседние районы. Президент вновь напомнил о намерении продолжить строить их в районах. Опыт Казанской площадки показал. Покупатели охотно берут и свежие овощи, и парное мясо, и зерно. Рамич Айдулин, ТНВ, Алексеевский, Алькеевский, Лаишевские районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова